МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале АТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгения Андреева, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Грабли, перчатки, мешки, будет всё. Не оставайтесь в стороне. Массовый субботник в городском бару. 15 медалей разного достоинства. Очередная победа бийских подводников. Летний туристический сезон открыт. Чем удивляли гостей, расскажем в самом начале выпуска. Вы знаете, что такое сбитень? Из какого дерева изготавливают гусли и как они звучат? Если нет, то вы точно не были сегодня на сибирском подворье. Там открыли и летний туристический сезон в Алтайском крае. Чем удивляли и угощали гостей праздника, знает Ирина Дубицкая. Ей слово. Багульник цветёт. Знаете, что это значит? А это значит, что летний туристический сезон на Алтае открывается. И сегодня по этому поводу здесь, на сибирском подворье, проходит большой праздник. Здесь сегодня и выставка, и спортивные соревнования, и гастрономический фестиваль. Вот с фестиваля я и предлагаю нам начать. Самые именитые шеф-повара края сошлись сегодня в кулинарном поединке. Чтобы стать лучшими, им требовалось не только вкусно накормить жюри, но и удивить его подачей блюда. Коктейль «Победа» стал изюминкой, которая помогла завоевать первое место ресторану «Бир Шале». Сухого льда, температура минус 78 градусов, за счёт разности температур происходит процесс паровыделения, выделяется углекислый газ и такая эффектная подача. Помимо того, что он охлаждается, плюс само шоу. Язык морала, томлённый в вине, паштеты с печени косули, копчёное филе кабана, коктейль «Шустрый медведь». Это не просто компоненты блюда-закуска охотника. Это то, что помогло ресторану «Бивер» завоевать гран-при гастрономического фестиваля. Спортивные состязания, многочисленные экспозиции, публика буквально разрывается от эмоций. Я горжусь собой. Я, оказывается, талант не только петь, а из глины чудеса творить. Живём, ребята! В двух выставочных павильонах 300 участников. Они представляют 20 районов края. И каждому есть что показать. Черышский удивляет охотничьими трофеями и резьбой по камню. Росписью по дереву поражает Змеиногорский район. А краснощёковцы потрясли своими музыкальными инструментами. В России у нас всего существовало 22 вида гусли. Это гусли крыловидные. Они были от 4 до 8-9 струн. И позже стали изготовляться гусли звончатые, которые доходили до 17 струн. Немало удивило и белокуриха. Даже не столь изделиями, сколько мастером. Кто сказал, что кузнец – профессия мужская? Белокура и Анна молотом рушат стереотипы. На мой взгляд, это считается одной из самых трудных профессий. И по вредности она стоит на первом месте. Многих не привлекает грязь. Моё основное одеяние – фотография, где есть чумазы. Это высоченный экспонат. А вот руки женщины-кузнеца вам иногда хочется с маникюром всё-таки побыть или нет? Вот это дороже. Это дороже. Я забыла, что такое маникюр, педикюр. Это так уже углубляюсь. В Бийские музеи привезли десятки удивительных экспонатов, в том числе и знаменитое колесо от телеги. Крутаниеву на себя учит примета «И счастье тебе будет». Символ туристического Алтая только утвердили, обещание уже успели одними из первых изготовить с ним сувениры. Зелёное сердце, ветка багульника и слоган «Всё настоящее». То, что на Алтае всё настоящее, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Она убеждена, за нашим регионом большое туристическое будущее. Очень радуют те изменения, которые происходят в Сибирском подворье и вообще вокруг Белокурихи. Видели макет «Белокурихи-2». Это невероятно интересный проект, очень интересный, очень перспективный. И понятно, что это не прожектерство. То есть это будет пользоваться спросом. Летний туристический сезон на Алтае, открыт сегодня торжества на Сибирском подворье, завершились в 5 часов вечера. Но завтра праздник продолжится. Уже на «Бирюзовой катуне» Ирина Дубицкая, Сергей Даровских. Новости ОТН. История из первых уст. Встреча трёх поколений состоялась в Бийске. Ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и дети войны рассказали современной молодёжи о страшных и тяжёлых годах самой кровопролитной войны в истории человечества. Такие встречи в Центре общественных объединений проходят регулярно. Часть, в которой я служил, это 5-я авиационная база военно-воздушная сил Черноморского флота. Спать приходилось, но я не знаю сколько. Даже иногда на спадах боеприпасов мы засыпали от усталости, потому что в левой руке ленты, в правый патрон. Надо было набивать ленты, надо было подвозить боеприпасы к стоянкам самолётов. Чтобы памяти нить не прервать. Именно так ветераны назвали свою встречу. Участники войны и свидетели тех событий поделились со студентами Бийского колледжа своими воспоминаниями. На мероприятии Приобский совет ветеранов получил долгожданный подарок. Его вручил Александр Теплов, исполнитель и директор общественной организации «Территория развития». Мы как-то тут недавно присутствовали с депутатом Государственной Думы Александром Сергеевичем Брахопием и пообещали совету ветеранов Терриорского района фотоаппарат, чтобы можно было запечатлеть такие яркие моменты, когда вы все вместе собираетесь, когда вы общаетесь, беседуете. Надеюсь, что вы будете улыбаться как можно чаще. Я понимаю, что повод он такой очень серьезный, но все же хотелось бы, чтобы на протяжении всей вашей жизни вы как можно больше искренне улыбались, может быть, как дети, как ваши воспоминания. Будьте обязательно здоровы. Мы дарим фотоаппарат центру общественных организаций и желаем вам всего хорошего. Спасибо вам за то, что вы для нас. Новый фотоаппарат с функцией видеозаписи совету ветеранов просто необходим. Все праздники организации ее участники стараются заснять. Первые кадры новым фотоаппаратом сделали в тот же день. Запечатлили встречу трех поколений. А мы продолжаем выпуск. Как действовать при пожаре необходимо знать каждому. Сегодня в свой профессиональный праздник огнеборцы по всей стране проводят открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Сотрудники специального управления ФПС номер 36 провели такой урок в Бийском лицее. Надеть боевую форму, открыть кран и попасть в мишень из пожарного гидранта с расстояния 5 метров. Все это школьники должны были сделать на время. Так проходила пожарная эстафета. Участие в ней приняли пятиклассники Бийского лицея. Профессию пожарника примерили на себя 18 человек. Шесть команд. Финишное время разнилось незначительно. Дети из 5-го А обошли своих соперников почти на минуту. Для меня это очень была радостная новость, что мы победили в этом сложном достаточно соревновании, потому что я замешкался, когда одевал поевку. Но все же мы победили. Это мне доставило удовольствие. Эта же команда участвовала в эстафете и два года назад. Тогда она заняла второе место и вот теперь стала победителем. Еще детям рассказали о правилах пожарной безопасности дома и на природе. Показали, как пользоваться огнетушителем и, конечно, самым интересным для многих стало знакомство с настоящей пожарной техникой. Учитывая последние события, которые произошли в Хакасии, в Забайкальском крае, на данный момент мы приучаем детей к порядку поведения на природе, в быту, порядок их действия в случае пожара. Всего на стадионе сегодня собралось более трех сотен детей. Так, школьники гораздо лучше усваивают правила по технике пожарной безопасности. Да и хотя бы даже родителям и взрослым подскажут, как действовать в подобной ситуации, если она возникнет. Такие уроки по основам безопасности жизнедеятельности проводятся ежегодно. И, конечно, дети бы рады, чтобы подобным образом проходили занятия и по другим предметам. Ну а пока школьники с нетерпением будут ждать в гости пожарников вновь на следующий год. Евгений Плаходин, Тадьяна Свинаренко, Алексей Мельков, Новости ОТН. Впереди четыре выходных дня. Завтра бичане отпразднуют 1 май. День весны труда отмечается не только в России, а еще в 142 странах мира. Традиционно в этот день профсоюзы и политические партии проводят демонстрации и митинги. В этом году в Бийске праздник отметят не так, как всегда. Организаторы решили отказаться от традиционного шествия. Старт мероприятия будет дан завтра в 11 часов на бульваре Петра Первого. Там будет концерт, там будет выступление профсоюзной гидбригады, там будет молодежный флешмоб, там будет социальная ярмарка и так далее. Приглашаем всех бичан принять участие в этом праздничном мероприятии. Покормить белочек и навести порядок в реликтовом бару. Бичан приглашают на субботниках в лесопарковую зону квартала АБ. Обязательное условие, хорошее настроение, а весь необходимый инвентарь будет предоставлен организаторами этой чистой акции. Лесопарковая зона квартала АБ одно из любимейших мест отдыха жителей Бейска. К тому же она является частью ценного реликтового бора, который долгое время находился в плачевном состоянии, был завален мусором и бытовыми отходами. Два года назад решением проблемы загрязнения уникального уголка занялся депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. По его инициативе были сформированы казачьи патрули по охране порядка. К вопросу восстановления природного объекта подключились также городские предприятия и депутаты КЗС Ирина Теплова. В понедельник, 4 мая, общественная организация Александра Прокопьева «Территория развития» решила провести очередную социальную акцию по очистке лесопарковой зоны. Уже известно, что на субботник выйдут бойцы бийских студенческих отрядов, молодежный парламент, курсанты военно-патриотических клубов, а также активисты Общество защиты животных преданность и сообщество Драйв-2. Коллектив общественно-телевидения Наукограда и вся редакция газеты «Бийский рабочий» также выйдет на субботник. «Бийский рабочий» постоянно принимает участие в общественно значимых мероприятиях города. Мы высаживали деревья, убирали парки и скверы, очищали берег Бии от мусора. Вот и в этом году мы участвуем в городском субботнике. 4 мая в 11 часов всем своим дружным коллективом мы встречаемся у входа в лесопарковую зону АБ. Приглашаем вас, дорогие бичане! Итак, мы ждем вас 4 мая. Сбор участников и выдача инвентаря, перчаток и мусорных мешков будут проходить у главного входа в городской лес в 11 часов. А сейчас немного о спорте. 15 медалей завоевали бийские пловцы. Первенство России среди юношей по подводному спорту состоялось в Челябинске. 230 участников это лучшие из лучших из 20 регионов страны. Алтайский край представляли исключительно пловцы нашего города. В команде региона было 13 воспитанников детской и юношеской спортивной школы «Дельфин». Четверо из них собрали 15 медалей. Вот они победители. Иван Высоцкий, Илья Семенов, Сергей Борисов и Евгений Усов. Все вместе они привезли с соревнований 15 медалей. Наибольший вклад в общую копилку внес Евгений Усов. Только у него 7 медалей в личном первенстве. Поздравила спортсмена с победой и побывала на его тренировке Татьяна Свинаренко. На старт! Две бронзовых, три серебряных и две золотых медали. Классические ласты и моноласты от 50 до 1500 метров. Всего 7 дистанций и все 7 с отличным результатом. Евгений Усов стал первым за многие годы пловцом спортшколы «Дельфин», который привез столько наград с первенства России по подводному спорту. Самым сложным, наверное, была эстафета 4 по 200. Потому что мы шли с ним, с соперником вместе. Но я сумел отыграть у него 0,08 секунды. Сегодня Евгению 14 лет. Ровно год назад он выполнил норматив мастера спорта. И на прошедших соревнованиях он вновь подтвердил это звание. Однако стремиться есть к чему. Я хочу выполнить норматив мастера спорта международного класса. Буду делать для этого все, упорно тренироваться и верить в свои силы. Сегодня с молодым спортсменом работают сразу два тренера. Елена Скороход и Елена Чубаева, которая тренирует его с 6 лет. Я даже до сих пор привожу молодым спортсменам пример, что вот есть такой мальчик, который, когда пришел маленький, вот такой вот был старательный. Вот сейчас, наверное, откроется эта тайна, потому что всегда всем было интересно, кто же это такой мальчик. И вот сейчас, когда он добился уже больших результатов, успехов, можно об этом и сказать. Не успели высохнуть ласты после первенства России, как спортсмены вновь собираются на соревнования. Уже на майские праздники Евгений отправится в Красноярск на Кубок Сибири. Татьяна Сминаренко, Сергей Доровских, Новости ОТН. Военно-патриотический поисковый клуб «Вымпел» образовался сравнительно недавно, в ноябре 2014 года. Но ребята активные, об их работе мы наслышаны. И сейчас они принимают участие в городской социальной акции. Об этом нам рассказала Ольга Бирюкова, руководитель клуба. Она на связи с нами. Добрый вечер, Ольга. Мы, как всегда, рады вас слышать. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об акции. Расскажите, господинники нашего военно-патриотического клуба «Вымпел» принимают участие в социальной акции «Говори добро», который проход в нашем городе уже в 11 раз. Ребята ходят, оказывают помощь пожилому населению района. В основном это люди-инвалиды и участники великой специальной войны. Они в Бабае входят, за покупками помогают, окна моют, возле домов убирают. Это сливая помощь, которой нуждается пожилое население. И ребята оказывают участвовать в акции с удовольствием как-то до 22 мая. Так что работы еще много. Но мы не сомневаемся, что вы с этой работой справитесь. Спасибо вам за звонок и до свидания. До свидания. Новости есть в каждом селе. Только вот не о всех мы рассказываем в эфире ОТН. Дорогие друзья, делитесь своими проблемами, рассказывайте о победах и достижениях. Звоните нам в редакцию по телефону 31 10 50. Мы с огромным удовольствием беседуем с каждым. У нас на сегодня это все новости, но не спешите переключать канал. Эфир ОТН продолжается. И далее, как всегда, калейдоскоп интереснейших программ. Сегодня это участок 112 «Еда рядом». Евгений Плохотин и Сергей Бажин как всегда неподражаемы. Не пропустите. А мы на этом с вами прощаемся. И желаем вам приятных первомайских выходных и всего доброго. Отдохните как следует. И до встречи в эфире. А сейчас немного полезной информации. Два этажа отличной мебели для кухонь, спален, гостиных, прихожих и других уголков вашего дома. Спросите, где это? Отвечаем на улице Краснооктябрьской, 27. в мебельном салоне Мебельвели.